Спарткроссинг как выклик буккроссингу. В Минску открылся первый бесплатный прокат спортивного инвентару. В пункте выдачи уявляют собой двухметровые цилиндры, у которых и заховываются мячи для волейбола, ракетки для бадминтона, фрисби, шахматы, шашки и навод книги. Первые два спортивного контейнера размещаются в парку Перамоги. И она открытая по буднях с 16 до 21 годины, а по выходных весь день с 10 ранницы. Как скоростаться спортивным инвентаром, треба только предъявить инструктору документ с особистыми данными. Одночасово скоростаться без платными послугами пункта проката смогутся до 100 человек. В портфель не влазит волейбольный мяч. А моей жене в ланчик в сумочку влазит, а ракетки не помещаются. И мы поэтому придумали такой проект, который собрал 10 самых популярных развлечений на свежем воздухе. Это бадминтон, волейбол, шахматы. Книжку любите читать? Вот она и книжки тоже тут будет. И питанки, и твистер, ну всякие разные модные игры. То, чем сейчас люди, когда целенаправленно едут на пикник, вот они и занимаются. Каждый четвертый мячанин занимается физической культурой и спортом активно. Полумарафоны, велокарнавалы, заплывы, забеги. Поддерживаем эту акцию. И она направлена на то, чтобы предоставить возможность жителям города Минска позаниматься бадминтоном, шашками, шахматами, фризби. Разместить такие конструкции организаторы плануют идти в Лошадским парку, лядши жесткого водосховища на набережной Свислочи и меркуют, что спорткроссингом за лето скоростается не меньше за 10 тысяч человек.